Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас не совсем стандартное видео. В руках у меня вот такая вот штука, называется она MyUeno. В русскоязычном интернете уходит под названием карманный сомелье, либо помощник сомелье, такой вот небольшой винный анализатор. Сразу скажу, что ролик не является рекламным, эта вещь приобреталась за свои деньги, поэтому обзор будет максимально честный, то есть насколько все это работает и полезно ли. Значит, если мы посмотрим в описаниях вот этого товара в интернет-магазинах, он продается в российских интернет-магазинах, продается на Амазоне, и есть оригинальный сайт производителя, там тоже можно приобрести. Значит, то там будет написано, что штука измеряет крепость, содержание танинов, кислотность, уровень зрелости и потенциал хранения. Но нигде не указано, для каких вин эта штука предназначена. Так вот, что я вам скажу, что эта штука работает только с красными винами. Более того, только с насыщенными красными винами. И если у вас красное вино, ну, например, вы тут делали, оно получилось таким светленьким, либо сорт мало насыщен красками, вы мало держали на мязге, оно у вас, да, по цвету такое может быть красное рубиновое, но вот эта зараза может там вообще ничего не измерить. И сказать, что я не понимаю вообще, чего вы от меня хотите. То есть, только для красных вин. Причем, ни на оригинальном сайте, ни где-либо-то еще об этом не написано. Дальше. Вот эта вот крепость, кислотность, содержание танинов, нигде не указано, в каких единицах измеряется. Более того, я производителю даже отправляла запрос, что, ребят, подскажите, как бы, ну, в чем это вообще измеряется, в чем это выражается, ни ответа, ни привета, то есть, ну, в неких их единицах. Ну, сейчас я покажу, как все это работает, то есть, некие единицы, и, в принципе, все, что нам дает эта штука, это, ну, понятие некого баланса. Насколько вино сбалансировано, либо не сбалансировано. Итак, теперь, как же эта штука работает? Нам нужен смартфон, в который мы закачиваем специальное приложение. Приложение это бесплатное, есть для системы Android, есть, по-моему, и для iPhone, так что найти не проблема. Соединяем по Bluetooth, и эта штука еще просит, чтобы включали обязательно местоположение. Приложение на русском, поэтому разобраться достаточно легко. И у меня два образца вина, прошлого года так получилось, что не осталось, поэтому тестируем только молодые вина этого года. В одном бокале у меня Симоне, в этом году я его ставила отдельно. Во втором Зилга в смеси с русским ранним. Итак, теперь, как это все работает. Значит, включаем приложение, нажимаем дегустировать. Вот эта бездушная машина начнет со мной вести диалог. Необходимо включить сканер. Просит сканер выбрать. И теперь попробуем, просит погрузить сканер в бокал. Угружаем в бокал и ждем результата. Обычно это пару секунд, правда иногда, видите, что он делает, иногда он вредничает. То есть уже просит меня ввести название, а вот выскочило измерение. Выскочило измерение и, собственно говоря, вот то, что нам можно увидеть. И то, о чем я говорила, тонины, мощь, яркость. Яркость в английском варианте это будет кислотность оси детей. Мощь, я не знаю, ну, как бы, я вам говорила, да, что в описании идет, как в одном описании, что измеряет крепость, в другом насыщенность. То есть в английском варианте мощь это боди, тельность. Крепость, логично, что это был бы алкохол. Но это не алкохол, это вот переводят они как мощь, повторюсь. В английском варианте тельность, ну, с тонинами все просто. Уровень развития максимум 100%, ну, понятно, что поэтому мы вообще можем отслеживать, как и чего у нас происходит. Ну, как видите, вот молодой Симоне, как бы, все у него достаточно гармонично, хороший уровень тонинов, хорошая мощь, хорошая яркость. Потом еще покажу немножко другие примеры. В принципе, вот, ну, самое главное, вино гармоничное, треугольник практически ровный. Сейчас мы замерим еще одно венцо, отправляем в сторонку. Он просит ввести название, можем ввести. Правда, опять же, у меня не всегда получается с этой бездушной машиной договориться. Вот, уже он не спрашивает. Вот, уже не спрашивает. Еще раз просит написать. То есть иногда мне получается ввести название вина и сохранить в моих дегустациях. Иногда не получается. Итак, берем следующее. И теперь будем с вами измерять. Это смесь с Зилгой и русский ранний. Вот он опять просит погрузить кончик. Погружаем. Сканер я ополоснула. И вот результат. То есть здесь развитие меньше, чуть больше танинов. Хотя, повторю, Зилга в смеси с русским ранним, который, казалось бы, должен был разбавить эти танины. Но, тем не менее, видите, тоже такой хороший, красивый треугольник получается. Можно написать. Все-таки иногда у меня названия сохраняются. Изилга 2020. Отправить. Он еще споругается, скажет, что он такого вина найти не может. Но потом, в принципе, бывает, что сохраняется. Все, можно отсюда выходить. Вот так вот эта штука работает. Так измеряется. Что здесь есть еще? А еще здесь есть то, что мы можем поискать вину. По стилю, либо по названию. Вот по стилю приблизительно вот мы можем смотреть. А, вот здесь. Мощь у нас, допустим, там 50. Яркость чуть больше поставим. Танины чуть больше поставим. Ну, что-то похожее на то, что мы измеряли. Тут тоже чуть больше. И развитие. Ну, сделаем вот так. Вот он ругается, говорит, что результатов таких нету. Можем подтянуть чуть-чуть танины. И посмотреть. О, видите? Чуть с большими танины есть уже какие-то результаты. Вот можно посмотреть, какие вина похожи на ваше вино. Я уже сильно так не приближаю. Потому что, в принципе, тут ничего такого. Все это. Вот эти поиски вы вообще можете просто скачать в приложении и везде там влазить. Вот, там 2017, потом еще что-то. Можно точно так же искать, например, по названию. Мы ввели что-нибудь, к примеру, Каберне. Вот он показал. Смотрите. Правда, это не Каберне, это какое-то вино. И вот его показатели. В принципе, ненамного отличаются от тех, что получили мы на своих домашних винах. Можно с этим побаловаться, поиграться и поискать еще чего-то. Ну, от себя скажу, что из того, что мы протестировали Симоне, сейчас очень приятно пахнет чем-то напоминающим чернослив. У сделки пока что еще есть такой легкий запах изобельный. Но со временем он уходит, появляются совершенно другие ноты. Еще хотела показать вам одну интересную штуку. И говорила о том, что если треугольник получается не совсем ровный, на самом деле это не всегда что-то означает. Вот это я делала скан. Обратите внимание здесь на, так немножко от окна отсвечивает, на танины. Он показывает танины 80%. Вот этот образец, если помните, я делала закваску на зилге. И хотела посмотреть, до скольки выбрать от моей дикие дрожжи. Поэтому я там добавляла-добавляла сахар. Кстати, вот то, что мы говорили крепость, да, и мощь. Мощь показывает здесь 46, 50 с чем-то показывает вот в этих молодых образцах. То есть это все-таки не уровень алкоголя. Это вот, как они говорят, тельность. По какому признаку она измеряется, непонятно. Потому что конкретно вот этот образец, там был очень хороший спирт, порядка 17. Но мощь, видим, чуть меньше. Так вот, эта закваска, она сколько там бродила у меня, месяца два. И все это время стояла со шкурками. И как видите, танинов получилось 80. При этом, вот эта самая кислотность, яркость, которую они говорят, 39. В итоге, по вкусу, ну, казалось бы, да, такой не совсем сбалансированный треугольничек. Но по вкусу это что-то напоминало чилийское вино. Такое очень сухое. Очень такое тонинное, терпкое. Приятно тонинно-терпкое. Даже казалось, что оно немножко сладковато. Хотя там сахар выбродил полностью. Кислоты не ощущалось. То есть, ну, такое впечатляющее. Да, там было совсем чуть-чуть, но я решила попробовать. Ну, и подводя итог, насколько эта вещь нужна и полезна в быту. На самом деле, ну, такая интересная игрушка. Потому что те показатели, которые заявлены, во всяком случае, в русскоязычных интернет-магазинах, в некоторых параметрах не соответствуют. То есть, тут крепость, которую мы все понимаем, как алкоголь, она не меряет. Она меряет некую тельность в каких-то там сугубо своих единицах. Та же кислотность, это не тетруемая кислотность, это не PH-фактор. Это тоже какая-то такая субъективная кислотность. Ну, что интересно? Интересно с тонинами. По каким единицам меряется развитие, тоже непонятно. Предполагаю, может быть, по какой-то степени окисленности. Но тоже, как бы, все под вопросом. Чего может представлять интерес? Ну, посмотреть свои вина, может быть, в некой динамике. Я себе, например, посмотрела, что оказывается в винах, сделанных из прибалтийских сортов, достаточно хорошая тонинность. Если сверить, например, с такими европейскими винами. Потому что некоторые виноделы считают, что вот эти сорта, они совсем не гадятся. И там совсем низкие танины, их надо добавлять. Ну, более чем достаточная там танина. Если побаловаться и подержать на мезге побольше, вообще можно получить очень интересное вино. Пьешь с удовольствием при этом. Бездушная машина сказала, что все там хорошо. Да, и с тонинами там хорошо, и, в принципе, со всем остальным так хорошо. Если поиграться, еще и подержать подольше на мезге, то вообще можно получить очень интересный, очень приятный показатель. Потому что то, что я говорила, тут та заквасочка. Вкус обалденный, вкус настолько удивил, что я не ожидала от такого сорта, от такого вина, таких результатов. Ну, а бездушная машинка это подтвердила. Белатонинов более чем. Кислотность достаточно низкая для тех, кто не любит кислое. При этом никаких вам не разбавлений, ничего там не было. Так что, в общем-то, такая не очень дешевая игрушка. Ну, иметь, либо не иметь. То есть, абсолютно необязательно. Если так хочется поиграться, то можно, конечно, завести. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!